Вечер на планете всегда добрый. Доктор Никита, терапевт и гастроэнтеролог. Интересные наблюдения. Как вес и возраст влияют на некоторые гормоны в вашем теле? Интересные данные опубликованы в журнале Био. Во-первых, что здесь разбиралось? Сейчас развивается такая диагностическая возможность, как измерение концентрации гормонов в волосах и ногтях. В чем преимущество по сравнению с кровью, мочой и слюной? В том, что в волосах и ногтях сохраняется концентрация гормонов на протяжении нескольких месяцев. Поэтому вместо того, чтобы посмотреть концентрацию гормона за один день в крови, моче или слюне, удается посмотреть статус гормональный по гормону или группе гормонов за несколько месяцев. Это очень важно, имеет диагностическое значение. И в данном исследовании, которое мы сегодня разбираем в журнале Био, было как раз обнародовано, как изменялись концентрации гормонов в волосах у женщин от 25 до 45 лет. Какие гормоны накапливались с возрастом, а какие, соответственно, снижались. Итак, во-первых, конечно же, нас никого не удивляет, что с увеличением возраста гормоны стресса, то есть глюкокортикоиды, это кортизол, кортизон и их метаболиты, накапливаются в волосах и ногтях в повышенных количествах по мере старения. Что это за гормоны такие? Конечно, с помощью этих гормонов, которые производятся в надпочечнике, тело пытается справиться со стрессом острым или хроническим. Это когда у вас не хватает энергии, а нужно что-то делать. Какая-то ситуация произошла из ряда вон выходящая, и из нее нужно находить выход. Тут как раз включаются гормоны стресса из коры надпочечников. Тот самый известный кортизол, да? Он накапливается, оказывается, с возрастом. О чем это говорит? С одной стороны, может быть, это как в норме, с возрастом он накапливается, а с другой стороны, может быть, потому что мы живем в среде, окружающей среде, которая является стрессогенной в принципе. Ну, посмотрите вокруг себя, и каждый для себя ответит на этот вопрос индивидуально. Является ли моя среда окружающая стрессогенной, да или нет? Каждый решит для себя это сам. Дальше. С прогрессирующим старением снизились следующие гормоны. Во-первых, гормоны щитовидной железы, да? Т2, Т3 и Т4. Это, конечно, тоже никого не удивляет, потому что это одни из гормонов, которые регулируют обмен веществ, скорость метаболизма, интенсивность происходящих процессов. И чем они, соответственно, меньше концентрации, тем медленнее все процессы происходят в организме. Так вот, пожалуйста, с возрастом, как вы видите, этих гормонов становится все меньше. Метаболизм постепенно замедляется. Далее, андрогены. Так называемые мужские половые гормоны. Ну, сейчас это не является до конца реальностью, полным отражением положения, что андрогены это только мужские половые гормоны. В женском организме и тестерон, и дегидротестерон, и дегидроэпиандростерон, и андростендион, они тоже выполняют свои функции определенные. Просто их количество концентрации гораздо меньше. И в женском организме гораздо меньше к ним рецепторов. Вот и вся разница. А так все эти гормоны, и мужские половые, и женские половые, есть в обоих полах. Так вот, даже в женщинах, не только в мужчинах, эти андрогены постепенно снижаются по мере старения с возрастом. Дальше, и вес. То есть, как вес тела повлиял на некоторые гормоны. Опять же, что накапливается вместе с ростом веса? Во-первых, накапливаются гормоны коры надпочечников. Это глюкокортикоиды, кортизол, кортизон и их метаболит. Они повышаются у тех, кто страдает от лишнего веса. Ну, опять же, ожидаемо. То есть, либо сам лишний вес внушает стресс, либо стрессовые гормоны приводят к набору веса в дальнейшем. Я думаю, это работает вместе. И следующее, что происходит. И, конечно же, с ростом веса уменьшается количество щитовидных гормонов, которые дают вам скорость метаболизма. Опять же, трудно сказать, в какую сторону работает эта связь. То есть, набор веса снижает щитовидный гормон? Или снижение щитовидного гормона приводит к набору веса? Опять же, я думаю, что эти два механизма работают вместе, в одном и том же организме. Просто с какого-то, может быть, все начинается. А может быть, начинается сразу с обоих. Сегодня я не буду на эту тему спекулировать. Таким образом, что мы видим? Гормоны, которые касаются стресса, они с возрастом взлетают, с ростом веса взлетают. А гормоны, которые защищают организм, в том числе прогестерон, например, тоже я его не назвал, по мере увеличения веса прогестерон тоже снижается. Это защитный гормон, он тоже не специфический стероид, хотя у женщин выражен больше и помогает выносить беременность, в том числе. Прогестерон и щитовидный гормон, они снижаются по мере увеличения массы тела. Вот так вот метаболизм замедляется. И более того, и прогестерон, и триотиранин, они являются синергистами. Они друг друга функции поощряют. Вот так эта система работает. Поэтому какие мои рекомендации по этому поводу? Чем меньше стресса и чем больше у вас веселья, радости жизни, тем меньше будет накапливаться гормонов, которые вас разрушают и старят, и тем больше у вас будет сохраняться гормонов, которые вас защищают и продляют вашу молодость. Спасибо, чао!